Опыт в обмен на ткани. Какой интерес у Республики Беларусь в Ивановской области? Дефицит не снижается. Два резюме на одну вакансию слишком мало, чтобы одним найти работу, а другим получить квалифицированного сотрудника. Настоящее счастье – миллион в придачу. Соцзащита ждет от молодежи заявлений на студенческий капитал. С утра до ночи власти хотят, чтобы работа на Родниковских очистных не прекращалась ни на минуту. Презентация проекта. Фестиваль «Льняная палитра» ищет новые точки развития. Ставки роли не играют. Ивановскому бизнесу так нужны деньги, что компании берут кредиты под любые проценты. Принят порядок предоставления регионального студенческого капитала. На средства могут рассчитывать молодые семьи, в которых первый малыш родился, начиная с 1 апреля этого года. Региональная выплата в 1 миллион рублей – это дополнение к федеральному материнскому капиталу. Главное, чтобы родители очно учились в ВУЗе или колледже, а мама на момент рождения ребенка была младше 24 лет. Доходы семьи учитываться не будут. Подать заявление на получение сертификата на выплату можно с 20 июля в органах социальной защиты населения или многофункциональных центрах по месту жительства. Работает также телефон горячей линии Департамент социальной защиты населения Ивановской области 8 800 100 16 60. 12 июля в Плёсе начнется международный фестиваль моды «Льняная палитра». Он откроется показом коллекции детских театров мод на Торговой площади. Здесь же представят международный проект «Территория успеха мода» в памяти нашего земляка, знаменитого российского кутюрье Вячеслава Зайцева, чье имя теперь носит фестиваль. Показы продолжатся в субботу, 13 июля, в день города Плёса. Будут представлены коллекции дизайнеров со всей России. В этот же день участников и гостей «Льняной палитры» на набережной Волги будет ждать выставка-ярмарка народных художественных промыслов тканей, одежды и домашнего текстиля. Завершится фестиваль вечерним гала-показом. «Льняная палитра» проводится в Плёсе с 2005 года. Ежегодно в фестивале принимают участие свыше 30 дизайнеров из России и дружественных стран, а также более 20 коллективов студий детской моды. В этом году организаторы уделили внимание интеграции культурного кода наследия в современную моду. В Ивановской области представительная делегация белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров в лёгкой промышленности. Вместе с губернатором обсуждали, как ещё повысить объёмы внешнеторгового оборота. Нам интересен белорусский опыт и дно преработки. Мы сами можем помочь предприятиям Республики поставками трикотажных полотен, хлопчатых бумажных и мембранных тканей. Отдельный вопрос о развитии химической промышленности для нужд Лехпрома. Гости ещё собираются посетить несколько наших промышленных предприятий. А главным событием визита станет заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Ивановской области. Республики Беларусь Республики Беларусь Сохранилась этикетка производителя. Вы увидите, что он очень удобен. Вот это отделение, которое стекается на ремешок. Внутри тоже разделение. То есть можно вещи разложить некими слоями. Республики Беларусь Республики Беларусь Мы решили, что эта информация достаточно ценна. И так как она находилась не в одних руках, то есть пришла идея написания книги. Там прослезываются исторические факты, история некоторых родов непосредственно из города Иваново. Приключения, скажем, нашего знаменитого Александра Зубкова, Один из самых великих авантюристов 20 века, у которой, как известно, женился на принцессе Виктории в Германии. И после женили через три года оказался полностью разоренной. Региональные власти намерены активизировать строительство очистных сооружений в родниках. Управляющей компанией в индустриальном парке рекомендовано увеличить количество работников на площадках и перейти на трехсмерный режим. Реконструкция системы водоотведения в родниках предусматривает многокомпонентную очистку стоков. Проект предполагает на локальных очистных установку двуступенчатой механической очистки и двуступенчатой физико-химической очистки. До реконструкции локальные очистные включали только систему отстаивания и систему фильтрации. Реконструкция началась в прошлом году. На эти цели была выделена субсидия из областного бюджета в размере 740 миллионов рублей. На период строительства дополнительного блока гемкостей существующие очистные сооружения продолжают работать. Рассказы заявления. Соответственно, инициаторы развода указывают, с кем будут проживать несовершеннолетние дети после расторжения брака. Но, как правило, это мама. Дети остаются с мамой. И здесь либо это папина желание, потому что сейчас практика тоже меняется. И решения Верховного суда тоже есть, которые встают сейчас как-никак на сторону отца. Потому что идеализировать мам я не могу. Мы вроде как бы живем в таком порядке равенства. Есть и мамы плохие, есть и папы плохие. Но, как я всегда говорю и советую контрагентам, условно назовем их так, не судить строго. В каждом из нас есть и черствость, есть и мягкость, вопрос того, как люди подходят к решению вопроса. Но дети от этого страдать не должны. Однозначно. То есть мы должны с вами либо после расторжения брака определить порядок общения мирным путем, либо, соответственно, и почему это происходит, если опять-таки же возвращаемся к женским манипуляциям и ухищрениям. Возможно, это даже отчасти вернуть бывшего супруга в семью. Это же очень хороший рычаг для давления. Поэтому начинают вот эти игры. Но от этих игр страдают дети. И поэтому часто обращаются папы. Именно папы. По определению порядка общения с несовершеннолетним ребенком. И суд встает на сторону папы. Да, мы согласовываем график. Не всегда это происходит путем мирного урегулирования. Уже в судебном производстве не всегда идут мамы навстречу. Поэтому выносит решение суд, где четко прописано, в какие дни, в какие часы папа может беспрекословно встречаться со своими детьми. Без присутствия мамы. Хотя мамы зачастую настаивают на том, что дети очень маленькие. И необходимо личное присутствие мамы при встрече с папой. Но здесь я пытаюсь отговорить. На самом деле, потому что если есть конфликт, они не будут видеть ребенка по факту. Они будут продолжать выяснять отношения. А ребенок должен расти в гармонии, в счастье. И общаться с обоими. Если мама после вынесения судебного акта начинает все-таки препятствовать. Здесь, на самом деле, целая куча манипуляций возникает. И находятся и аллергии у детей. Вдруг откуда ни возьмись. То есть платные клиники всегда с удовольствием предоставляют данную документацию. И нежелание ребенка. Вот, к сожалению, на этапе, если мы углубляемся в законодательство, у нас, да, четко есть сформулированные мысли желания ребенка. Но желание ребенка озвучивает у нас кто? Желание ребенка озвучивает мама. Правильно? То есть по факту папа-то в зависимости от возрастной градации. То есть если ребенок уже в более сознательном возрасте, здесь мы сейчас все-таки до 10 лет. После 10 лет ребенок имеет внести лепту. Как он будет общаться с родителями? То есть в частности немножко отрезвить их пыл и дух. До 10 лет, да. А мамы препятствуются всяческими путями. И здесь каким образом? То есть вот я предлагаю клиентам обратиться опять в суд для того, чтобы он дал разъяснение маме по вынесенному судебному акту. Потому что мы можем прибегнуть к судебным приставам. Но здесь мы наталкиваемся на что? Ребенок будет испуган. Пришли люди в форме. Не самый приятный аспект. Поэтому, наверное, если из двух злов выбирать меньше, можно и органы опеки привлечь. Как вариант тоже. Потому что они непосредственные участники данных судебных разбирательств. Но для того, чтобы все-таки уравновесить все шансы и опять-таки же действовать с буквой закона, предлагаю всегда обратиться в суд для разъяснения. В конце концов, если продолжаются препятствующие моменты, ничего не остается, как привлечь к административной ответственности. Неприятный факт. Но, тем не менее, никто не желает сталкиваться с данной процедурой. Поэтому потихонечку и помаленечку ситуация с взаимоотношением начинает стабилизироваться. А далее ребенок взрослеет и уже, как я ранее озвучила, выносит свою лепту в сознание родителей, когда и с кем он хочет общаться. Только за последний месяц работодатели нашего региона открыли более 8 тысяч вакансий. Как ни странно, но компании остро нуждаются юристов, специалистов автомобильного бизнеса, продавцах и финансистов. Те, кто ищут работу, мечтают трудоустроиться в сферу туризма, рабочими на предприятиях, на стройке и в перевозке. И все это при сохраняющемся дефиците кадров на рынке труда. У нас отношение числа активных резюме на одну вакансию равняется двум, а считается, что достаточно легко найти работу, если этот показатель минимум в два раза больше. Сейчас очень сложно в нашем регионе найти сотрудников в розничную торговлю. Рядом со 148-м садом невозможно пройти. Смрад от помойки стоит невыносимый. На улице Зверева в Иванове мусор убрали только на бумаге. Мешки с мая месяц как стояли, так и стоят. Наша администрация занимается только отписками на мою жалобу. В парке 1905-го года опять отдыхали люди. Костер под деревьями разводить запрещено. Но кто бы еще следил за этим? Пакет мусора стыдливо оставили за стволом сосны, вместо того, чтобы забрать с собой отходы своей жизнедеятельности. Чуть больше недели прошло после дождя и сильного ветра. На улице 8 марта врухнул тополь. Службы приехали, отпилили ветки и вывезли их. А вот пеньки кому оставили? Хочу обратить ваше внимание на то, что очень плохо уехать с конечной 43-го маршрута от площади примирения. После 17.00 они даже не доезжают до конечной. Берут и разворачиваются, а люди стоят и ждут. Также маршрут номер 150 плохо ходят. В кухню вообще трудно уехать после пяти вечера. На днях была очень жаркая ночь и по ощущениям самая дурно пахнущая. Как будто свалку именно ночью разжигает. Закрыть окна нельзя, так как жарко, но кроме сквозняка прилетает и лютая вонь горящей свалки. Живу на Кудряшова. Боюсь представить ощущения людей, которые живут ближе к полигону. Сегодня в Ивановской области дошкольные учреждения бесплатно посещают почти 8 тысяч детей. С этого года многодетные семьи региона освобождены от родительской платы за детский сад. Социальную поддержку вели в апреле. Соответствующий закон принят по инициативе губернатора. Воспользоваться этой мерой могут все многодетные семьи, независимо от уровня доходов. В год семьи вообще принят целый пакет мер поддержки многодетных семей. В их числе также освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, первоочередное право на прием в детские сады, бесплатное посещение государственных музеев. Также увеличен размер компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. В расчеты выплаты вошли затраты семей на оплату за содержание жилого помещения и капитальный ремонт. Уже около 20 тысяч детей получили консультации в новом детско-клинико-диагностическом центре. Он заработал в декабре прошлого года в Иванове, но его создавали как центр компетенции детских специалистов для жителей всего нашего региона. Сейчас в правительстве России идет активная работа над новым национальным проектом, отдельным направлением должно стать детское здравоохранение. Будут преображаться не только поликлиники, но и меняться качество работы специалистов, а также приобретаться новое оборудование. По проекту «Светлый город» в текущем году работы проведут в шести городах региона. В первоначальной перечне населенных пунктов Юрьевец, Гаврилово-Пасад, Родники, Тейково и Палих включены город Фурманов. Здесь начнут монтаж линий по первому этапу. Проект стартовал с города Иваново в 2021 году. Чуть позже решили с компанией «Россети», что затем работы затронуты и малые города. В 2023 году эта программа стартовала. Начинали с кинешма и шуи. Губернатор подчеркнул, проект «Светлый город» дойдет до каждого малого города. Всю реализацию постараются выполнить даже быстрее, чем за пять лет. Более 40 компаний-производителей сельхозтехники и оборудований свыше 250 представителей сельхозпредприятий и фермских хозяйств Ивановской области стали участниками традиционного мероприятия «Дня поля» в Гаврилово-Пасадском районе. В первую очередь, это место встречи профессионалов, где можно увидеть новые образцы сельхозтехники, ознакомиться с новыми технологиями и новым оборудованием для растеневодства и животноводства. За первые полугодия наши предприятия закупили техники в рейтинг на сумму более 400 миллионов рублей. Сумма господдержки на это направление из областного бюджета превысила 80 миллионов. Также гостей познакомили с новыми технологиями производства минеральных удобрений, обсудили вопросы повышения продуктивности животных, технической оснащенности сельхозпроизводства. Поднимали также темы импортозамещения, подготовки кадров для отрасли, рассказали о новых возможностях кредитования и лизинга. Иван Дятлов, житель Вичуги и победитель белорусского вокального телешоу «Фактор Бай» принял участие в концерте в честь Дня независимости Беларуси. Вместе с заслуженной артисткой Беларуси Викторией Олешко он исполнил песню «Небо Беларуси». Я стою под небом Беларуси И голову склоня За ее величием молюсь я Это добрейшая земля Я стою под небом Беларуси Вдыхаю его силу И с гордостью я говорю За все ему спасибо Праздничный гала-концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады «Союзные звезды» в гостях у Александрии прошел в Могилевской области. На берегу Днепра развернулось настоящее торжество дружбы и единения Республиканский праздник Купалье Александрия собирает друзей в котором принял участие и наш земляк Ивановский бизнес не собирается замораживать проекты и мечтает только о развитии Отсюда остро нуждается в деньгах Попасть в проекты по льготному финансированию практически невозможно Средств регионального фонда развития промышленности также не хватает на всех Единственный путь это банковское кредитование Удивительно, но рыночные ставки предприниматели запредельными не считают и охотно наращивают свою кредитную нагрузку Только за май получили кредитов на 10 миллиардов рублей А год назад могли себе позволить сумму в два раза меньшую Получается, что сегодня в нашем регионе одни из самых высоких темпов роста объемов кредитования в Центральной России Мало того, компании берут очень дорогие деньги но находят в себе силы вовремя платить по счетам Просроченная задолженность за год даже снизилась на 3% Жительница Иванова телефонный мошенник предложил подзаработать на торговле акциями Он звонил по телефону и рассказал о перспективах этого модного бизнеса В итоге сумел заставить женщину поверить в свою искренность и отправил в банк за деньгами Женщина долго не могла уговорить банкомат выдать ей деньги Сейчас она расценивает это как некое предупреждение Тогда же, когда она действовала по указке мошенника и безропотно снимала деньги ничего такого ей в голову не приходило Банкомат что-то сегодня дал У меня как вот чувство было предупреждение банкомат мне не давал Мошенник убедил доверчивую женщину в том, что для успешной торговли акциями нужно приобрести целый пакет этих ценных бумаг То есть вложить в предприятие все имеющиеся деньги путем перевода их на счет который сам же аферист и продиктовал потерпевший Я через дорогу перешла в ВТБ банк и в ВТБ банке я положила А оно не берет и все две пятерки откидывает и три сотни что ли или сколько сотен А у меня опять звонит все на связи меня это держит Я говорю все не это самое не могу я туда А у меня там как раз пенсия пришла сорок пять И там у меня было что-то около я не знаю двадцати с чем-то Сотрудникам банка ставшая жертвой обмана бабушка сообщила деньги нужны ей на лечение Служащие финансового учреждения поинтересовали для чего женщины снимают крупную сумму и она их обманула В банках спрашивали на что вам нужны деньги? Да Что вы отвечали? Спрашивали вот 130 по-моему Я говорю да я буду лечиться на лечение и вот 50 карточка когда я сказал тоже говорю лечиться буду Получив все сбережения потерпевший мошенник не угомонился он снова убедил бабушку в том что денег вложенных в акции должно быть больше Ну вот вы решили что придется занимать деньги Да они у кого уже кого я звонил одним другим и хорошо что они мне не дали другие люди ну друзья одна говорит у нее там на книжках на сроке на долгом я ему говорю нет я не могу я просто не могу ну что давайте мы никого не будем мы сейчас с кредитами после довольно продолжительного общения ставшая жертвой циничного телефонного обмана женщина отдала аферистам более миллиона своих рублей бабушка поняла что ее обманули только после того как рассказала о своем вступлении в клуб акционеров своему брату она попыталась занять у него деньги чтобы и их отправить аферистам и я ему говорю Саша ты извини но мне надо еще что ты там такое покупаешь а потом он говорит я сейчас приду я сейчас в дороге потом он пришел мне звонит и говорит Люба это не мошенники представляете он меня уже говорил и мне бы тут вот как-то это не мошенники мою начальницу на 600 тысяч надули понимаете а я вот я мне сын говорит мама ну как ты могла ты почему родные людям не веришь почему ты доверился каким-то там по телефону шарлатанам вот этим вот ну правда вот так как это объяснить я не знаю как это объяснить я не понимаю как можно было так вот в доверчивое войти ой вообще ужас какой-то я не знаю 13 и 14 июля один из древнейших городов Ивановской области отпразднует свой день рождения Плес занимает первое место в стране по числу туристов на одного жителя первое достоверное упоминание о Плесе относится к 1238 году в субботу жителей и гостей города-заповедника ожидает музыкальная программа на территории парковой зоны Верхний пруд в воскресенье пройдет парад маломерных судов оба дня на набережной Волги будет работать Петровская выставка-ярмарка на ней будут представлены предметы народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства ткани одежда из льна домашний текстиль В праздничные выходные конечно же будут открыты выставки Плесского музея-заповедника Две левитановские экспозиции из собрания Русского музея и из коллекции Нижегородского художественного музея Леонид и Лиза Малафеевские живопись и графика Пушкин в лаковой миниатюре Палиха и Холая Русло Андрей Ремнев живопись По улице Радещева ездит машина дорожного хозяйства которая с поливалкой она только пыль метет во все стороны без капли воды на первом этаже дышать невозможно в такую погоду нужно увлажнять дорогу а не пыль гонять Микрорайон Авдотина был дождь и гроза но так и не смогли открыть окна невозможно дышать резкий удушающий запах видимо снова горит залезье пожарные принимают звонки от жителей и каждому говорят вы первые звонков не поступало но обещают проверить устали писать в следственный комитет Бастрыкину отвечают ваш вопрос зарегистрирован и на этом все а мы продолжаем задыхаться село Новое Гореново Тековский район у нас крыша снесло железо мы обращались в прокуратуру в горжевую инспекцию в суд сдвигов нет нас затапливают до подвала из подвала даже фекалии потекли ехала в автобусе номер 8 маршрут меланжевый мебельный госномер 366 буквы не успел разглядеть мчался как сумасшедший остановки проезжал я заранее приготовился для выхода на почве победы видимо его очень озадачил не успел выйти как он начал движение и начал закрывать дверь в итоге шляпка в одной стороне на асфальте сумки в другой и сильный ушиб он приостановился помолчал и уехал даже не извинился город родники улица лугавая дом 2а настоящее безобразие на мусорной площадке на многочисленные письма о переносе в другое место от администрации города родники приходят только отписки данная площадка установлена с нарушением санитарных норм менее 10 метров от ближайшего дома санитарных норм